На пресс-конференции, предваряющей церемонию открытия, становились на целях и уникальности президентских соревнований. Отметили увеличение числа участников муниципальных образований и качества подготовки. У президентских состязаний есть президентские тестирования, которые адаптированы и частично перекликаются с введенным с 1 сентября этого года Всероссийским комплексом «Готов к труду и обороне». И в дальнейшем мы планируем, что ни в коем случае это мероприятие не будет дублировать ГТО. Здесь принимают участие всего 1368 человек. И вдумайтесь, из 9,5 миллионов. Это не сборная региона, которая специально тренировалась много лет на выносливость. Самые обычные ребята, большишки, девчонки. Вот какой класс был, такой он и есть. Вот в этом уникальность. Соревнования проходят под патронажем Министерства спорта, образования и науки. И традиционно в смене в курортной столице детского отдыха в городе-курорте Анапа. Детские состязания – уникальные соревнования. Потому что, наверное, ну я, во всяком случае, не знаю, может, варианты Николаевны не поправят, но я не знаю ни одного мероприятия спортивного, в котором бы участвовало какое количество команд и какое количество участников. Если взять в целом сколько команд, с учетом сельских и городских, то у нас получается 157 команд во всероссийском отдыхе. Уникальность отразилась и в церемонии открытия. Почетный гость Олег Чен, не раз бывавший на открытии непосредственно на соревнованиях, в этом году впечатлен масштабом и цельностью программы. Я не первый раз на открытии, но в этом году какое-то оно такое, другое совсем. Больше патриотизм какой-то получается. Красиво очень, да. Дети рвутся в бой, так настроены хорошо, и это очень радует. Конечно, я хотел пожелать, чтобы все занимались дети спортом, потому что он закаляет характер не только в спорте, а вообще по жизни. Вот шли вперед и не останавливаясь, это им пригодится. На стадионе зажгли факел состязаний. От имени президента России Владимира Путина поздравили участников соревнований с открытием 16-го спортивного сезона. Москва, Кремль. Участникам финала всероссийских спортивных соревнований, школьникам президентские состязания. Дорогие ребята, приветствую вас в финале президентских состязаний, которые проходят в городе Анапе. Эти соревнования уже стали яркой, интересной традицией, праздником спорта, творчества и настоящей дружбы, которая объединяет школьников из разных уголков нашей страны. Уверен, участников ждет захватывающая, напряженная борьба, а зрители – самые приятные впечатления. Желаю вам удачи и всего наилучшего. Владимир Путин. И здесь же, на стадионе, на торжественной церемонии, главный судья президентских соревнований дал клятву судить справедливо и победителями объявить лучший класс в России. От имени судей президентских состязаний клянусь быть объективным и справедливым, судить непредвзято, клянусь способствовать улучшению спортивных результатов, клянусь соблюдать этику и мораль спортивных состязаний. Пока у участников, организаторов и судей намечена активная работа в рамках соревнований. Церемония закрытия больших игр пройдет 24 сентября. Лучшие участники президентских состязаний будут отмечены наградами и ценными призами.